что происходит происходит прогулка по снегам на холме который ближе всего городу с той стороны Сортавара внизу там вики кангас где мы гуляем частенько ну не частенько раньше гуляли частенько сейчас иногда так попытаюсь закрепить что все было видно так кое-что новенькое опробовала перчатки надо сделать так как бы и пошли тихо 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 во во а камень залез зачем так не очень долго снимать она поворачивается все время что получится в общем это лыжи у меня теперь новые лыжи для походов по целине что я в принципе и делаю сегодня второе даже не третье четвертое кажется декабря воскресенье снега уже нападло как видно немало здесь вот даже до 15 сантиметров вот и вот я еще он как не совсем покрыл здесь вот слышно и растение царапает на камни иногда даже наступаю вот но достаточно можно уже рыхлый глубокий ну как глубокий рыхлый достаточно глубокий вот чтобы попробовать каково это на лыжах на таких предыдущие мои лыжи я покупал для той же цели но я ошибся потому что ничего не понимал в лыжах и сейчас то немного а вот обратим внимание как на горку на горку без труда да это прекрасно так вот прошлые лыжи были такие спортивные тонкие они и сейчас есть вот я купил в принципе по ошибке потому что так теперь немножко сделаю что я сразу хотел лыжи вот такие вот для снегов но меня ввело в заблуждение название и оказался я с лыжами для спортивных бегов тонкие такие вот ну как у меня и были в принципе в детстве такие тоже широкие тонкие лыжи быстрые хорошие вот но опять же на них по целине не походишь они проваливаются и все вот потому что тонкие вес не держат а эти лыжи специально для того чтобы ходить по целине причем есть разные конечно варианты есть лыжи пошире поуже вот эти я выбрал такой как бы средней ширины чтобы они не были не были уже так прям как снегоступы широкие вот чтобы на них можно было бы там скатиться и особенно по склону боком подняться вот выбрал средние они на удивление даже не был короче беговых лыж я выбрал понятно с учетом веса вес своего рюкзака то есть они как бы по параметрам своим номинально подходит как бы в точности вот ну конечно я их только вот начал еще испытывать поэтому не могу пока сказать ничего больше но мне нравится во первых мне нравится что действительно можно идти по целине это конечно так вперед это конечно основная цель потому что какие у нас до этого были варианты ой до этого было два варианта ко мне не хочу вариант был номер один пешком выполнимо только по тропинкам относительно утопленным вариант номер два снегоступы все прощение могу ее держать прямо снегоступы очень хороши со многих сторон но в них далеко идти трудно и вот мы помним прогулку в луповаре когда было трудно идти не только далеко но даже и близко потому что снег был очень рыхлый и они проваливались по колено все проваливались по колено вместе со снегоступами вот пройти прошел но конечно измучился так вот принципиальная разница которую как ни странно я обнаружил вот только что начав двигаться на лыжах между лыжами и снегоступами это что на лыжах не нужно поднимать ногу ты просто как бы вот скользишь так вперед и все они едут и это экономит огромное количество усилий потому что в снегоступах это наибольшая как бы такая процент на 60 может даже усилия которые вообще требуется это вот на подъем ноги со снегоступом потом еще конечно как это опора на ногу что тоже бывает сложно если на столе там проваливается неоднородно вот но однако же подъем это такая огромная часть нагрузки а здесь ее просто нет просто как стоишь так и как и едешь на лыжах как на лыжах и вот иду я не торопясь так вот по снегам здесь как ровную дорожку назвать ни в коем случае нельзя она вся такая бугристая там трава растения сама по себе бугристая камни даже вот однако это не требует труда ну только если в горку так немножечко при том что между тем у меня на себе полный нагрузки рюкзак опять же для как бы эксперимента вот ну полный нагрузки фоторюкзак не фото не рюкзак для ночевки газельные ночевки я не готов вот однако же вес его 13 кило что для как бы ах это особенный класс что для рюкзака вообще говоря ну он так немного нормально для дневного рюкзака вот а рюкзак для ночевки он конечно может весить и больше для одной даже ночевки вот о их иногда они иногда под снегом едут их и даже носков не видно где-то внутри там вот то есть и вот при том что нагрузка полная я основной тяжести не испытываю которая вот как раз от этой поднятия ноги то есть мне вообще довольно легко сейчас двигаться более что так как необходимо теперь научиться экономить распределять распределять точнее тепло чтобы не промокнуть зимой мы знаем это дело опасно приходится также и темп тоже как-то умеренный бежать не торопиться потому что я тоже каком-то обычно тороплюсь вот ну посмотрим вот поехал не видно будет целиком от снега вот вот такие лыжики я ж не буду особенно мучить камеру точнее ее крепление лыжики 88 миллиметров шириной как сказал это среднее такое есть намного шире есть и поуже и для загородных таких вот прогулок по целине вот как мне показалось это довольно оптимальный вариант должен быть обзор на этот раз почитал все как бы нормально не интересует все как выглядит правильно но это мои первые впечатления они весьма положительные мне очень нравятся они держат на подъем прекрасно у них есть такой как бы аксессуар называется камус или скин по-английски шкура вот он сейчас не установлен у меня его даже еще нет сейчас но суть в том что вот у них есть там отверстие в верху и можно туда за него закрепить такую шкуру синтетическую которая ворс направлен по ходу движения то есть скользить она не особенно мешает а вот обратное движение она останавливает образом можно с его помощью подниматься даже на более крутые подъемы ну прямиком без специальных выжных приемов ну вот а тот что тот факт что ширина не очень большая позволяет и к лыжным приемам перейти то есть подниматься там елочкой или боком опять же без без большого труда предположительно потому что ширина лыжи не создает как бы ненужного рычага как это могло быть более широкими лыжами ну так вот впечатлением вернусь мне нравится на подъем идут легко ну вот такой умеренный на равнение вот здесь скользят хорошо то есть даже при том что здесь трава довольно глубокий снег и лодки внутри снега крепление я выбрал пошире два крепления одно поуже другое пошире опять же с точки зрения рычага с точки зрения прогулок по целине это тоже пишет что оптимально вот устойчивость поперечная ощущается то есть не то что они там в развалку идут нет они как встали так и вот поехали очень так как это надежно кажется устойчиво на одной ноге стоишь совсем весом рюкзака и ничего едешь ровно это очень приятно а вот сейчас здесь склон небольшой так и вообще как сами тебя едут смазывать их не надо они ну опять же они не беговые не для предельных скоростей а вот между тем мы дошли до этого места которое было описано однажды как место жуткое в летнее время где меня чуть не сели комары и до сюда я добирался на велике что я решил что велик не раз как вот и свалился первый раз будем подниматься как-то и и и и и и окей придется рюкзак снять драма драма ну вот какие наблюдения во время падения падение само по себе обычное ничего особенного вот так, конечно тихо-тихо весит но интересно, что нога у меня так на бок повернулась с лыжей, лыжа-то в креплении крепление не съемное, то есть оно не не отдаст, как горнолыжное однако ой это уже в порядке опасно отойду, отойду от этого места рюкзак надо забрать теперь как-то что я говорил-то я говорил, что сейчас надо двигаться немножко обратно да, так вот на бок выжив стало вот, на ботинке у меня высокие специально с этой целью для того, чтобы как они охраняли щиколотку и они справились усилия усилия было довольно существенное пока я там лежал можно было всегда конечно отстегнуть ну лыжу то есть катастрофы не было сам факт того, что сам все ботинок угольнище удержало с щиколотку нужно положить это очень хорошо ну вот еще надо иметь в виду что здесь-то здесь было трудно встать с рюкзаком даже не получилось вот если поехать допустим в Рисе Тунтуре там снега поглубже я помню как я там в снегоступах падал и мне было не встать потому что не на что было опереться снег такой глубокий что на него не обопрешься вот ну это просто как в универсальной реальности зимних перемещений так что ничего такого ну вот добавили немного драмы в наше повествование теперь знаем как проходит падение удовлетворены проехали дальше так вот я говорил что это место куда с комарами на велике забрел и по опять же неразумию и неопытности и дошел я там вот до поворотика который прямо по курсу и больше не смог побежал обратно в панике у меня был с собой нет у меня был с собой спрей именно ими ими как выяснилось потом до выхода на дорогу который я собственно искал тоже оставалось там метр 150 пришлось возвращаться примерно 800 ну вот мне так нравится что я бы даже так вот шел и шел нет никакого желания остановиться вернуться это немножечко как бы представляет некоторую проблему потому что эта дорога она не кольцевая не длинная и не длинная не длинная ну вообще классно интересно сколько так можно в километрах преодолеть в таком вот как бы успешном темпе пока не устанешь это я бы хотел скорее выяснить но не сегодня так что сегодня уже световой день на исходе сейчас тепло второго так думаю еще час светового дня остался не больше но там я знаю вот в этом парке куда мы движем там за ним как мы и много раз ходили пешком там есть такой выход на интересную тропу которую я ни разу не проходил потому что она длинновата для пешей сама по себе не длинновато 8 километров но она не кольцевая то есть надо чтобы кто встречал с той стороны а встретить некому поэтому либо 16 километров туда-обратно что уже далеко либо ночевать теперь я умею там есть лава посередине на озере вот ну либо может быть на лыжах потому что думаю там ровно вообще в основном думаю что на лыжах там можно 16 километров пройти в таком вот режиме и будет нормально так а вот здесь у нас небольшой вражек и он короткий слишком короткий чтобы его хотя нет нормально я думал надо боком побоялся поперек вставать ну вот мы уже поворот прошли по этой дорожке вот она выходит туда прямо к автомобильной дороге по которой конечно на лыжах не пойдешь ну вообще пока мне кажется что я даже меньше устал чем если бы я просто шел пешком по обычной дороге тоже тоже расстояние тоже расстояние но вот здесь вот спуск был сейчас до сих пор длится спуск длинный обратно тут не так весело будет в основном будет такой длинный подъем а потом будет такой короткий но более интенсивный спуск этого я не хочу я со спусками пока не освоился я даже на спортивных лыжах на лыжне опасаюсь разгоняться потому что направлять ими я только не умею и вот они классные мне очень нравится как они спинят и держат направление даже снег рыхлый никуда не ерзывает вот поставил так она и идет и снова не сейчас такая дорога ликзагом копинка то есть что видно жарко вот что не рисуем я еще как вопрос теплообмена как мне думается наиболее правильный способ ну как и все говорят ну понятно нужно менять одежду менять теплоту одежды снимать одну надевать другу нету более легкой верхней одежды я провел за этим такое количество времени что мне уже не хочется больше проводить тишина елка какие хорошие снегом все засыпаны снег идет второй день нападло вот как раз уж нападал это снег вот двухдневный ну или может 3 10 сантиметров как минимум а то и к 15 местами это очень хорошо до этого был и ней что было тоже прекрасно выглядело очень красиво но по и не покатаешься на земле он очень тонко лежит а вот теперь как раз первый раз когда можно по целине поездить на лыжах это прекрасно а вон ворон залезал или может тряпчик не рассмотрел на крупный здесь не 150 метров побольше еще не прикатались мои ботинки мне надо их как-то регулировать чтобы они сели удобно ботинки тоже новые потому что ну как где лыжи у них крепление крепление это ботинки крепление не универсально есть универсальные крепление которые на просто у вас надеваются я решил их не выбирать потому что у них очень много плюсов то есть один основной плюс который имеется это вот как ходишь по снегам так он надел лыжи поехал как снега к снегоступа это конечно удобство колоссально но поперечная устойчивость у них конечно не то потому что как они держатся только на переднем креплении которая фиксирована на лыжи то есть точку имеет а пятка держится на подвесе то есть крепление к ней прикручено прикреплено но к лыжи она не прикреплено поэтому уже держится в принципе на одной точке как и здесь но здесь во первых эта точка жесткая а во вторых когда ботинок лежит на лыжи то он своим бороздами у них такие две глубокие борозды опирается на ребра которые на крепление за счет этого создается отличная жесткость боковая то есть можно боком маневрировать опять же боком ходить по склону подниматься или там спускаться думаю что надежнее вот но для того чтобы все это получилось необходимо совместимый с креплением вот кролик дошел до сюда а дальше не пошел совместимые с креплением ботинки но вот ботинки поэтому тоже новые требуют разноски а вот это доходная разметка здесь я знаю там это дорога автомобильная которая вниз к парку на пересекается в одном месте доходная дорога вот это вот и справа сейчас будет какой-то туристический такой ладзарм реки но я правда не знаю насколько он близко к этому месту потому что мы все-таки существенно выше дороги не дороги парк а когда вы разрывается внутрь есть кочки внутри кочки тогда конечно требуется усилие чтобы поднять оттуда видно было что повыше было очень Ручей это или как оно? Не, не это самое. Так, но здесь то я аж не буду но я и туда боком пройду. Сейчас не та еще температура, чтобы он был надежно замерзший с этой ручей, так что лучше потихонечку. Технология подъема знакома. Заодно и пересекли. Ой, лыж-то дымные. К этому вопросу через минуту вернемся, а снег мокрый. Так вот, снег мокрый. Лыж длинные. Не такие они длинные, они даже короче, чем мне казалось они будут. Как я сказал, они даже короче, чем беговые на примерно 10 сантиметров около того. Когда мы вступаем на склончик, они, конечно, едут вперед. Надо соображать, где склончик. Сейчас я заново выпущу, чтобы... Предстоит, я так думаю, не мало падать. В этой связи перчатки нужны, непромокаемые. Но эти задержат, не то, что они промокные, они хорошие очень. Они старые, поэтому они такие дырявые, но потому они дырявые, и на мне, что они старые, потому что они очень хорошие. Как их палки поставить? Как они смогут мне грохнуться с рюкзаком-то? Ай. Ладно, что поделать. Практика есть практика. Хорошо. Хорошо. Окей. Даже палки-то до конца не надеваю, чтобы легче было снимать, когда потребуется такое. ну вот следующая попытка вам чтобы это салонки подсиделить вот главное с палками поверь не обращаться хорошо отлично если не свалился было бы не так интересно чтобы ждать как дальше свалить наконец а тут уже есть очень мне нравится как они на сборку идут вообще шикарно на на беговых то лыжах в горку не пойдешь они сразу скользят назад только если отталкиваться машина дорог это идет намного дальше не думал даже не помню проходил ли и когда бы то ни был когда-либо с цариком ботинка меня ж немножечко умялись так нога там свободно ходит надо мне уже сейчас будет подтянуть ну вот дороги дошли смотри это машинка спишет ну да вот 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 Продолжение следует... Ну вот, до сюда и хватит. Сейчас я приведу в порядок ботинки свои. Двину обратный путь так же, как пришел. Снимать уже не буду, потому что уже стемнело, темнеет довольно интенсивно. А во-вторых, дорога та же будет, так что... Вот такие дела. Надеюсь, теперь снег будет побольше его, если куда-нибудь может сходить. А места на лыжах, куда можно сходить вокруг города, тысячи. Без лыж нет. На машине не подъедешь. Со снегоходом да, снегохода нет. А лыжи могут. Так что посмотрим. Ну вот такие дела. Ааааааа.... Продолжение следует...